Межрегиональный турнир по девяти видам единоборств состоялся в День Героев Отечества в 15 городах России. В Волгограде 230 юных спортсменов боролись за звание лучших в технике рукопашного боя. Репортаж Екатерины Кудряшовой. Двойки, крюки и подсечки. Рукопашный бой насчитывает несколько десятков ударов и комбинаций. Многими из них уже владеет 9-летний Ливон Унанян. За 4 года в спорте достиг больших успехов, показывает блестящие результаты и продолжает уверенно идти к цели – титулу мастера спорта. Папа занимался, и брат занимается, и дядя занимается. Ну, я подумал, мне тоже хочу заниматься рукопашным боем. Тренер похвалил, сказал, дорабатываю, там не получалось некоторые удары. Достойно выступает и 8-летний Владимир Севастьянов. Боевому искусству обучается в Волжском. Уверен, когда вырастет, обязательно встанет на защиту страны. А пока отстаивает честь родного города на межрегиональных соревнованиях. Много с кем сражался. Все отлично прошло. Первый бой болел им, второй – 7-0. Все защищать – это хорошо, Родину надо защищать. Турнир по единоборствам в День Героев Отечества объединил 15 городов России. В режиме телемоста поединки проходили по греко-римской и вольной борьбе, самбо, боксу, рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону, киокусинка и тэквондо. Каждый из городов-участников посвятил соревнования своему герою. Защита семьи, дома, Родины всегда была в нашей стране, для нашего народа, всегда были священным долгом и обязанностью. Такие виды спорта, контактные, это, конечно, вообще краеугольный камень воспитания вот этого мужского характера, вот этой силы воли, физической силы, физического развития. И, конечно, молодежи нужно это прививать. Вместе с Игорем Воробьевым в зале бойцы, ставшего ему родным за 20 лет службы отряда спецназа регионального УФСИН «Барс», сослуживцы по 255-му гвардейскому краснознаменному мотострелковому полку имени Шумилова, 20-й мотострелковой дивизии, а также юные патриоты, кадеты и курсанты. Основа ведения армейского рукопашного боя – обращение с оружием и тактические приемы для воспитанников Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Витязь» – привычное дело. На счету каждого из этих ребят уже несколько прыжков с парашютом. У меня отец служил в ВДВ, прадедушка служил в ВДВ, вот. И продолжаю династию десантников. Большая часть ребят собираются поступать в Рязань ВДВ, некоторые собираются поступать в военную разведку, ВДВ-разведку, в ГРУ. Участники соревнований отдали дань памяти погибшим героям и получили уникальную возможность лично пообщаться с теми, кто продолжает защищать страну. Вот я сегодня познакомился с Максимом, это майор спецназа. Я хочу быть краповиком, я хочу одеть краповый берет. И я подошел с вопросом, как мне вступить в ваши ряды. Он мне рассказал, как, что нужно делать. Мы своих никогда не бросаем. Наступит время, и мы пойдем на фронт и отдадим свой долг Родине. День Героев Отечества – один из десяти дней в году, когда город Волгоград становится Сталинградом. Проведение турнира в этот день особенно символично. Юные спортсмены, которые сегодня покажут мастерство свое, они впитают эту частичку доблести, уважения к старшим, уважения к героям. Я желаю всем нашим ребятам, которые сегодня защищают нашу мирную жизнь, победы. И с такими героями победа обязательно будет за нами. Екатерина Кудряшова, Виталий Грищенко. Время новостей.